Взгляд на жизнь коммуналки в исполнении актеров серебряного возраста. Год подготовки, репетиции дважды в неделю и вот она, долгожданная премьера. Вот пришли первый раз посмотреть. Какие ожидания? Очень хорошие ожидания. Хотим насладиться спектаклем. Спектакль по рассказам классика 20 века Михаила Зощенко на первый взгляд кажется юмористическим, но в то же время повествует о глубоких и важных вещах. Автор умел соединять смешное и серьезное, а главным пороком советского общества считал жадность. Довольно поучительный наш спектакль. Вот мой рассказ, которым я участвую, называется «Не надо спекулировать». То есть я хотела спекулировать, своего мужа продала и осталось ни с чем. Ну и как соседствовать на коммунальной квартире. Раньше же в коммуналках многие жили. Как притираться друг к другу. Так вы, дорогуша, за неимением денег мне своего мужа продали. Семейное счастье на червонцы поменяли. Все элементы декораций, вещи, стулья, посуду актеры приносили из дома. Режиссер-постановщик Светлана Синицына нарисовал эскиз и уже по нему совместными усилиями подбирали декорации и костюмы. И костюмы тоже. Кто-то шил, кто-то приносил. Надеюсь, мы как-то постарались создать дух советского времени, советской коммуналки. Коммунальные квартиры такой большой, с огромной большой кухней. На этот раз в постановке задействованы 13 актеров, но в театральной труппе их больше. Долголету признаются, в таком составе работать комфортно и легко. Коллектив у нас чудесный. Все очень талантливые, все раскрывающиеся, яркие такие личности. В 2022 году театральная мастерская клуба «Активное долголетие» получила первое место в конкурсе за гранью софитов, за постановку по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.